Уважаемые слушатели и читатели моих книг, этот маленький ролик посвящен некоторым проблемам, которые возникли в последнее время в моем интернет и радиовещании. Не обращайтесь больше на радио, говорит Москва, я там больше не работаю и никаких передач в будущем я там вести не собираюсь. Причины этого я объяснил в специальном ролике, посвященном шизофрении и аутизму, и возвращаться к нему не буду. Дискутировать с журналисткой братьей довольно сложно, поскольку вы не можете же объяснить дождевым червям, например, что вот здесь хорошо действовать, а здесь плохо. Они делают там, где более вкусное содержимое почвы, которое не пропускают через себя. Также точно и масс-медиа, они пропускают через себя то, что пожирнее, поинтереснее. Как известно, с дождевыми червями не смог справиться даже Чарльз Дарвин. Он им играл на флейте, но это на них оказывало слабое влияние. А вот горячая кочерга, раскалённая в камине, помогала намного лучше. Но я не сторонник таких методов, и поэтому оставлю на совести тех, кто организовал всё это мероприятие, о котором я говорил раньше. Теперь таких эфиров не будет, передача вынос мозга закончена, больше я возвращаться к этому не собираюсь. И поэтому я, так сказать, становлюсь, как сейчас любят говорить молодёжь, фрилансером. То есть я не связан ни с какими масс-медиа, и поэтому мы с вами будем общаться по мере возможности на презентациях моих книг, которые будет организовывать издательство «Веди». И в ближайшее время это как раз будет анонс о книге «Морфология сознания» о первом томе. Я надеюсь, где-нибудь в конце ноября, в начале декабря, мы с вами встретимся непосредственно в книжном магазине на Кутузовском проспекте или Новом Арбате, как теперь называется. Значит, поэтому все новые ролики, они будут появляться на сайте издательства «Веди» и, соответственно, на свежеобразованном, хотя с старыми заплатками, сайте «Мозг-микроскопи», то есть это сайт нашей лаборатории, в которой я работаю, сотрудники, которые решили благородно придать некоторые знания научные о гистологии, о морфологии мозга массовой публике. Это не всегда удачно происходит, потому что у многих очень превратное представление о том, чем мы занимаемся. В чем же проблема? Проблема состоит в том, что мы занимаемся морфологией. Всем кажется, ну что это такое XIX век, там какой-то злой вивий сектор стоит над тленным трупом человека или животных и что-то там в нем изучает? Нет. Дело в том, что это вопрос целостности организма. То есть занятия основные в биологии вообще и в нейробиологии в частности и в других системах органов связаны с работой целого организма и целого органа. Это не значит, что надо переходить на философские концепции, заниматься всякими глупостями, как обычно занимаются математики и физики, приходящие в биологию. Такой уровень обобщения, называется натур философии, к нам отношения не имеет. А что же имеет отношение к нам? Мы занимаемся морфологией, которую можно назвать функциональной. То есть как органы и системы устроены и как они работают. Для этого нам нужно что? Смотреть начиная от анатомии, то есть от самых грубых вещей, и моментально при этом спускаться в гистологию, то есть смотреть структуру на клеточном уровне. А если мы смотрим функции, то мы должны обращаться к чему? К физиологическим методам. И здесь надо понять, что наш подход состоит в том, чтобы использовать весь спектр методический, который существует. Поэтому, когда меня пионеры обвиняют в нелюбви к молекулярной биологии, становится смешно. Потому что, когда эти пионеры осваивали подгузники и горшки, в этот момент в нашей лаборатории исследовался, например, известный теперь на весь мир хардин, он типировался у нас, который является международно признанным маркером. Мы 30 лет назад для дипломных работ студентов, которые работали у меня, делали гибердизацию он-ситу с ДНК-подвижными генетическими элементами дрозофилы, метод, который многие из моих критиков до сих пор не освоили, как ни странно. То есть, мы используем и молекулярно-генетические методы, и биохимические методы, и иммуногистохимические методы, потому что мы не занимаемся методами, а мы решаем задачи. А эти задачи могут потребовать использования электронной микроскопии, рентгеновской оптики. Вот сейчас у нас в Гренобле идут совместные исследования вместе с итальянскими коллегами, посвященные неразрушаемым способам исследования биологических объектов на синхротроне, с очень высоким разрешением до клеточного уровня. Здесь некоторые перекресты с церебральным сортингом есть, потому что в основе церебрального сортинга будут лежать те же методы. То есть, возвращаясь к задаче, мы изучаем работу органов и систем, мы не изучаем работу молекул. То есть, психологией гена мы не занимаемся. Мы занимаемся тем, как работают конкретные органы и какие процессы руководят или изменением формы, это если мы берем эмбриональное и плодное развитие, или о функциях, которые меняются так или иначе в процессе жизни человека, или инволюции, то есть разрушение этого органа. Поэтому для нас нет никаких запретов ни с какими методами. Мы не ограничены, как раньше какая-нибудь лаборатория молекулярной биологии, значит, вот только изучает хромоногию молекулы. Нет. Это просто методы. И мы не ограничиваемся никакими методами, решая конкретные задачи. Поэтому, если вам будет интересно отслеживать наши последующие работы, интересные достижения, которые мы делаем, или просто разработка каких-то любопытных фактов, то вы должны обращаться вот к двум источникам пока. Это к издательству Веди, там есть своя страничка на YouTube, и на наш лабораторный сайт. Так что я могу пожелать вам интересных зрелищ, интересной информации, которую, надеюсь, мы будем добывать в ближайшем обозревом будущем. А пока прошу никого не расстраиваться. Потери невелика. Я надеюсь, что дальше будет интересней, поскольку мы сможем не просто разговаривать, но и предъявлять вам разнообразные визуальные объекты, которые зачастую интересней слов.